Где вот сейчас находится будка охраны, здесь будет у нас заезд, будет камера дезинфекции автотранспорта. Представитель генподрядчика рассказывает, что уже в этом году появится на месте строительных вагончиков. На территории больничного комплекса видновчане в последние три месяца видят очевидные перемены. Инфекционное отделение видновской районной больницы, кажется, скоро ждет новоселье. Сегодня взрослое инфекционное отделение, мягко говоря, в обветшалом помещении. Здание в стиле строгого, так называемого, сталинского классицизма – это целая история видновского края. Оно появилось в далекие 50-е с величественными колоннами, когда видное еще было малоэтажным. Старожилы по-прежнему называют его бывший роддом. Это так, до середины 80-х именно здесь появлялись на свет коренные видновчане. Позже, в первые годы перестройки, было перепрофилировано в инфекционное отделение. Те площади, которые мы сейчас располагаем, взрослого инфекционного отделения, они ни в коем мере не соответствуют нормативной нашей потребности, нормативному стандарту. О необходимости нового здания говорили давно. Но шли годы, менялись руководители района, передавая в наследство друг другу обещание построить таки новое инфекционное отделение. Несколько раз даже закладывали камень нового корпуса. Но до сегодняшнего дня особых подвижек в данном вопросе не было. В январе этого года в очередной раз сменилась подрядная организация и, кажется, виден результат. Закончили буквально на той неделе монолитные работы. Сейчас ведется ограждающая конструкция, вы видите, подготовка стен под вентфасад, под наружный фасад здания. Уже произошел замер всех окон. Летом здание будет уже полностью готово. Строители займутся внутренними работами и благоустройством. С переменной этажностью 3 и 4 этажа детская и взрослое отделение на 40 койко-мест зданий будет оснащено семью лифтами. Общая площадь помещений – 4900 метров. Более того, по медицинскому оборудованию тоже уже по мебели медицинской состоялись конкурсы. И уже на сегодняшний момент от подрядных организаций получены соответствующие уведомления, что часть оборудования уже находится в стадии прибытия. К концу года объект планируют передать на баланс больницы. Его оснастят оборудованием после процедуры лицензирования. Когда эти стены примут первых больных, пока точно никто не говорит. Но кажется, лишь потому, что боятся сглазить. Впрочем, новая администрация Ленинского района несуеверна. И, судя по темпам строительства, хороший конец этой истории уже не загорали. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нархонова. Видное ТВ.